Почему я говорю, что это открытое письмо? Да потому что мне тоже хотелось бы, чтобы у нас в Магнитогорске все было нормально. Представляете, да? Через Магнитогорский металлургический комбинат перелопачена была вся техника Великой Отечественной войны. И кто бы раньше бы сказал, что можно было бы все понемножку оставить. Представляете, какое бы разнообразие этой техники было бы. Почему открытое письмо Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву? Потому что вы хотите, чтобы мы развивались. Где мы находимся? Это Магнитогорский ДОСААФ. Вы хотели бы, чтобы мы развивались? Так вот, что здесь происходит сегодня сейчас? Вот видите, машина стоит, да? На ней разобранная техника. И здесь эту технику разбирают. Я, конечно, понимаю, что нам бы хотелось, чтобы у нас все было нормально. Помнится, как-то через Магнитогорский металлургический комбинат прошло все то, что было уничтожено во Второй мировой войне. Хотя, если бы можно было бы все это дело собрать, хотя бы по одной технике. Представляете, какое бы у нас было мероприятие это в городе Магнитогорске. Но все переплавлено, представляете? А сегодня и сейчас разбирается то, что принадлежит России. Вы об этом думаете? Так что, пожалуйста, дайте указание Челябинскому отделению ДОСААФ прекратить это безобразие. Да, мы любим наш город. Да, понятен результат. И мы живем вместе с комбинатом. Но нам непонятно время, когда Магнитогорский металлургический комбинат через свои печи переплавил историю. Да, понятно место, где мы находимся. Я здесь получал права. Я здесь учился летать. Но почему тот, кто пришел сюда, рушит нашу историю? Мы в течение 20 лет собирали по крохам. Да, понятно, что это собрано. Но зачем разрушать то? Дайте нормальному человеку работать, и он вам сделает все. Укрепит охрану. Покажет то, что из того, что было, можно все собрать. И все будет. Зачем же разрушать нашу историю? Мы не для этого созданы. Не убивайте нашу суть. Потому как, если вы ее убьете, кто будет за вас проливать свою кровь? Но даже если вы и решили это сделать, разрушить основу нашей армии, отдайте машины нормальным людям, и они все сделают круто. Хотя понять-то надо, что вы, как те, кто работает, для нашего блага, просто выдав то, что нужно, все это сможете сделать. То есть сохраните то, что мы когда-то потеряли. И вот вам понять-то надо, Дмитрий Медведев и Владимир Путин, что это дело не надо разрушать. Мы это дело разрушали. И все это спалили в печках Магнитогорского металлургического комбината. Так оставьте хоть то, что для нас должно было бы быть. Если что-то у вас не получается, уж ни в коем случае не утилизируйте все это. Мы все это дело возьмем. Не будет здесь. Мы найдем другое место. Дайте людям спокойно жить и наслаждаться тем, чем мы раньше делали. И что мы можем делать в дальнейшем.